так ну что друзья мои добрый день вот сегодня видите опять у нас пошел небольшой дождик и теперь вот задача все-таки как-то попасть нам на мост огого не имеет смысл ли нам его туда попадать вы посмотрите что творится у нас вау с площади советской вы посмотрите что у нас вот это вот сделали нам тут дороги но все-таки вот хотелось бы на мост попасть потому что там у нас на мосту принципе он отсюда видно да тоже что-то у нас там какая-то река так еще вот как нам теперь перебраться на ту сторону наверное думаю что надо нам идти уже куда-нибудь гостиницы украина вот это вот вы сделали тут ливневки игорь михалыч с вашим мбл с вашим вот подходом смотрите в парк сделали здесь дорожки господи шоу дома так себе своего бы делали постоянно какая-то катастрофа в городе не дождь не пойти блять не снега ни хера вон смотрите что творится в симферополе мама не горю дима вижу привет напиши ты в центре нет я вот пытаюсь сюда в центр пробраться потому что пробки жестокий а тут я смотрю надо было этот матрас взять себе надувной наверное или лодку какую-то чтобы как-то сплавиться потому что я тебе плывет все плывет весь город просто весь город хотя дождь вчера был то посильнее так ладненько идем и в сторону гостиницы украиной вот видите будем сейчас заниматься эквилибристикой потому что можно пройти только у нас по бордюрчику по бордюрчику интересно там кто-нибудь с администрации подключится свистните им надо было сланцы одевать потому что сейчас кроссовки снимать и идти босиком это уже будет не камильфо так где бы нам тут перейти хотя бы немножко до эфир буду вести до тех пор пока батарея не разрядится кому интересно тому смотрите почему потому что стоит архиважная задача перебраться через речку солдир и попасть на ту сторону города так что ну вот идем по этой аллейке видите наши отреставрированы в прошлом году или в позапрошлом они тут нам натворили делов подождите у меня экран что-то не сужается ооо видите да все-таки а я с вами пришел ладно пошел я в наглую на ту сторону смотрите вот это на вашей совести игорь михалыч опа все я утонул все-таки не могу я вам не показать как четко у нас работает ливневые канализации в городе солги в принципе не такой что и большой сегодня видите в подошел не сжимается этот экран расширил уже все мокро сейчас попытаюсь экран сузит ладненько пойдемте потому что этот трэш должны видеть по моему все у меня вот действительно интересный вопрос дело в том что на сайте город администрации я нашел реальные документы сколько вкладывается сколько город тратит ежегодно вот дело в том что в Симферополь вкладывается 8 миллиардов рублей это просто-напросто простых вложений я сейчас от куйбышевска рынка прошелся я вам могу сказать о том что я в ролике покажу что там настолько все убитое что там только при украине что было все остальное у нас и не касалась рука даже не подходила вот мы сейчас подходим с вами как раз на горизонте у нас кинотеатр симферополь так о чем не удастся сжать экран или нет а вот теперь получилось получше да все мы видим дождя заметьте нету большого дождя не было это вот буквально небольшой ливень и во что у нас превращается город вы посмотрите это все с нашими мудрыми вот этими вот супер строителями у строителями ну хоть класс кто-нибудь поставьте ничего это ксюша у нас площадь советская видишь вон там это бывшая шашлычная ли что они там делают постоянно это вот мост у нас как раз идет на советский это вот симферополь будни симферополя в котором тут все классно ладно ужас не ужас байдарки входа включусь попозже потому что там интересно хотел на мост попасть и давайте пройдемся сейчас до моста все таки чем мы идем дальше опаньки сужаем экранчик вот мы подходим пешеходному переходу как вы думаете вот после вот таких реставраций реально здесь перейти или нет он ведь и ну все люди уже понятно идут спасибо нашим четким строителям я тоже пошел дабы показать вам что творится на мосту а на мосту у нас как на мосту вот это красота садрели господи честное слово люди уже сидят все фотографируют четыре года вот он не скажет реально что при украине была вот такая вот у нас байда никогда не было тонул только вокзал это все вот эти вот танцорские работы которые производились не профессионалами где по закатывали сели в невки какие вы там делали вы бабло просто-напросто рубили тырили понимаете и вот делали вот такое людям дерьмо и вот теперь а представьте если пойдет какой-нибудь действительно ливень что тут нам уплывать всем что величок так вот все таки мы идем кинотеатру симферополь ох и эфир у нас будет такой немаленький так девушка милая вы меня тут не брызгайте пожалуйста я понимаю вы там комфортно едете а я вот иду кишечком и с мокрыми ногами при украине не было конечно огне вот так вот я говорю при украине у нас тонул только жд-вокзал чтобы у нас центре вот был такой коллапс это просто-напросто следствие говорю того что здесь сделали дороги просто-напросто болваны на вроде вот протеже на хлупина и так далее вот этот танцор который был потому что по закатывали все ливневки а сейчас это было выгодно наверно сейчас игорь михайлович у нас бабло будет тратить на ливневую канализацию вот такой вот у нас круговорот бабла бюджетного в природе вечно происходит одно ломаем ни хера не делать построили они тут крым господи чтобы дома себе вот так строили а потом в них живи вон посмотрите что везде творится а по чуть телефон не разбил об этом ладненько плывем вот интересно как мне тут теперь преграду преодолеть вот мужичок уже видите как стал такой он она точно разуваться у какой-то товарищ и дождя нет заметьте нет дождя он солнышко уже выглянул ну что прощайте мои белые носочки прощайте мои кроссовки наверное я вот вам буду поступать так же как вот смелые девушки да пошел я ребятки пошел я его течение смотрите центр города это безумие какое-то лишь бы не снесло так ну что в принципе вот мы преодолели эту преграду думаю что солнышко он высушит все бабло везде воруют то вы знаете я могу сказать ирина бабло везде воруют а рубин привет вот я помню что это мне дерьмо всякое писал это самое бабло везде воруют но поймите одно в симферополе вот у этих братков которые засели во власти да у них нет такого понимания что можно воровать там какой-то определенный процент они если воруют они воруют все и полностью а потом ищут какие-то инвестиции привлекают это в принципе как правило это люди кидаются а потом из крыма уезжают остаются ни с чем поливать так вот наша центральная площадь называется она советская киши ты тут чуть не для пардон за мат вот смотрите вот тоже у нас ну что транспортный коллапс обеспечен только небольшим дождичком олег разуйся да не но не несет не смотри рубин ты меня уже замучил веришь нет хлопец я сейчас выключу прямую связь я просто заблокирую потому что мне вот эти ваши ботовские дурности уже просто надоели вот одна ливневочка видите живая осталась только больше ничего не писал да какая разница слышишь я тебе говорю сгинь дружище ты меня уже надоел веришь нет я еще буду с каждым идиотом разговаривать так рубин что тебя заблокировать до свидания хлопец и пропал так что как то вот так вот вот что значит небольшой дождик симферополе и хана всему движению ладно кому интересно посмотрите потом весь эфир я думаю было познавательно пока